Институт Институт завершил уже участие в очень интересном проекте разработки группы стандартов по питомниководству. В принципе, вроде бы, зачем это делать? Существует у нас ГОСТ, который определяет качество саженцев при выкопке, и покупателю продаются саженцы первого или второго сорта, а сейчас уже двух сортов, в соответствии с теми требованиями. Зачем же нужны еще стандарты? Мы разработали группу стандартов для того, чтобы, если предприятие, которое производит саженцы, захочет аттестоваться и получить сертификат в соответствии международным требованиям ИСО-9000, чтобы был регламент, который эти процессы все описывает и структурирует. В нашей группе стандартов мы описали всю агрозону питомника в классическом его варианте с учетом, допустим, маточно-семенового, маточно-сортового сада, маточников, вегетативных подвоев, школы саженцев. Расписали технологию производства посадочного материала полностью и выделили еще такую часть, которая касается технологий. Потому что покупатель сейчас не просто хочет купить саженец визуально качественный, но он хочет быть уверен, что процесс производства посадочного материала соответствовал требованиям регламента и что при его производстве технология не нарушалась. Сейчас требования повысились. И есть такие отклонения в производстве, которые не видны при покупке саженца, но могут проявиться потом в саду, если какие-то технологические регламенты не соблюдались. Поэтому нами были прописаны так называемые точки или посты контроля. То есть это те стадии развития саженца, где не пройдена, как бы сказать, точка невозврата, и где еще можно применить корректирующие воздействия, ну там полить, подкормить, как-то еще повоздействовать, чтобы саженец развелся штатно в заданных параметрах и к выходу, к окончанию технологического процесса. Его параметры соответствовали заданным нормам, но тех стандартов, которые сейчас уже существуют. Мы разработали правила, как отбирать продукцию, как ее контролировать, как оценивать массив, допустим, посадочного материала, по каким параметрам разработали, какие значения параметров должны быть для нормальных саженцев. Все это вошло в группу девяти стандартов. По мотивам наших стандартов мы издали вот такую вот, ну, вернее, подготовили к изданию вот эту вот монографию. Она сейчас уже прошла редакцию и будет в скором времени издана. Что касается самих стандартов, то мы их подписали уже к печати, они прошли все уже контролирующие свои этапы, и мы надеемся юридическую, там, редакторскую правку, и мы надеемся, что в ближайшее время они будут приняты в действие. И это позволит предприятиям, если они захотят выходить на международный уровень, аттестоваться и получать сертификат на соответствие международным требованиям ИСО-9000. То есть вся процедура для такого случая нами уже разработана. Груша – одна из тех культур, которые у нас в южной зоне все-таки популярны. И сейчас с развитием курортного нашего вот этого, еще одной волны курортов, когда наши украинцы возвращаются на свои южные курорты, спрос на грушу возрастает. Ну, собственно, и зимой тоже это такой элитарный продукт, считается для ВИП-клиентов, потому что яблоки вроде бы такой повседневный, а груша более такой торжественный, праздничный. И у нас есть ряд сортов, которые, может быть, закроют и спрос летний, и осенний, и зимний в том числе. Я хочу показать один из наших старых сортов – это эмилитопольская сочная, которая, ну, начинает практически сезон, она реанимирована в России. Это сорт, который позволяет нам… Ну-ка, она сочная, действительно, она очень такая вкусная, освежающего такого вкуса. Интересный сорт «Высильно». Сорт создан с участием кавказской группы сортов, и нам удалось здесь получить привлекательную внешнюю кожицу, потому что обычно они такие пятнистые, некрасивые, и при этом сохранить вот эту красную окраску мякоти. Повышенное содержание биологически активных веществ, антоциана, вы видите, даже мякоть окрашена, окрашены семена, и она исключительно полезна. Мы провели биохимический анализ. Здесь около полутора тысячи миллиграммов на сто граммов сухого сурового вещества у нас баф. Это ценный вариант, очень популярный, люди ее очень любят, она такая интересная, дети любят ее. На свадьбу она хорошо идет, потому что не очень крупная такая, вкусная, красивая, оригинальная. Потом назвали «Высильно». Что касается еще, вот у нас есть такой сорт, назвали мы его «Пектораль». Ну, наверное, для скифов, для славян это классическое такое украшение. И почему назвали? Красивая груша, очень гармоничного вкуса, исключительно такого вот благородного, тающего, и хорошая урожайность. Прекрасный такой сорт, как промышленный, мы считаем за ним большое будущее. Из ранних сортов я еще хотела, ну, это сорт зимний. Из ранних я хотела отметить сорт «Провинциалка». Это сорт ранний, но чуть позже, чем «Мелитопольская» сочная идет. Ну, вот он такой, похож на любимецу клапа, немножко более слаборослое дерево и по урожайнее. Тоже такой хороший вкусный сорт, вкусные плоды. Есть у нас сорт «Битяча». Это 350 граммов, довольно-таки большие плоды. И деткам нравится, потому что ему дашь в руку, он такой радый, довольный. Желтая такая мякоть, вот они такие, видите, широко грушевидной формы. Вообще у нас в реестре 12 сортов груши нашей селекции. Вот один из них, это сорт «Янтарная». Интересно и тем, что это ранне-зимняя группа. Примерно он после, рядом с пекторалью созревает, он не осыпается. У него такая длинная подложка, у нас во время ветер. Такая полухрящеватая мякоть, очень транспортабельная, очень хорошо созревает при хранении, хранится красиво. И можно где-то там продавать в зиму, очень такой товарный. А это новый, мы собираемся передавать его в испытания в этом году. Называется он у нас, рабочее название «Яскрава». Очень скороплодный. На третий год для груши это не характерно выступает плодоношение. Красивые вот такие вот плоды, очень сочная мякоть такая вот, вкусная. Но, в принципе, работа продолжается. И дальше у нас еще впереди 6 или 7 сортов в конкурсном испытании. У нас уникальность коллекции где-то больше половины вот этих сортов, которые есть только в нашем учреждении. Это тоже, в общем, такая в каком-то смысле проблема, потому что они всегда, ну, сейчас тоже у всех земли нет. Где-то кто-то у кого-то вымерзло, кто-то потерялся. По черешне наши авторы не раздавали, потому что тут сортов, видите, только таких официальных с статусом сорта 40. У них вот в коллекции фактически это все наши вот эти формы, которые были сделаны. Собственно так, то ли никуда не пошли, то ли по каким-то причинам были вернулись из госиспытания. У нас как, до 2006 года у нас мы сорт вот делали, ну, как вот, и отдавали его в госсортслужбу. И там они уже проверяли из других организаций, и там сами выбирали, что лучше. Вроде бы как была какая-то независимая оценка. А сейчас, с 2006 года в связи с экономическими проблемами, мы реанимируем сорта или заводим в реестр по данным заявителя, то есть под нашу ответственность. Конечно, мы страхуемся, конечно, мы боимся. И поэтому, вот если те были, вот, собственно, то, что мы сейчас здесь видим практически все, это, в общем-то, советские наработки. Это то, что было сделано в советские времена. Селекция велась тогда, отборы тогда вились, это длинная процедура, скрещивания тогда вились. А сейчас вот мы видим эти плоды. То, что мы сейчас делаем, будет где-то видно лет через 40. И вот проблема возникает какая? Очень меняется климат, меняется требование потребителя. И очень сложно понять, что нужно будет завтра. Очень проблемно, потому что только вот недавно были нужны вроде бы пестрые. Сейчас они не нужны, нужны темно окрашенные. Форма плода сердцевидная. Такое. Завтра, может быть, мода поменяется, будет какая-то каплевидная. Поэтому мы, в принципе, почему эту коллекцию всю считаем, что это ценно? Мы ее держим всю. То есть у нас есть самые разнообразные варианты. И предвидеть, я как понимаю, сейчас постпотребителей практически невозможно. Они сами не будут знать, что они хотят. И климат мы не будем знать, что потребует. Поэтому, когда мы изучаем нашу генетическую коллекцию, мы изучаем ее в трех направлениях. У нас есть такой кластер адаптивности. То есть признаки адаптивные. Там зимостойкость, устойчивость с болезнью, засухую устойчивость. Признаки продуктивности. Как наращивают урожай, как вступает в плодоношение. Какую там у него, допустим, редукция. Как осыпается. И признаки технологичности товарности. То есть это как? У нас плоды, их форма, цвета, краска. Там технологические качества для переработки. То есть вот по таким трем группам признаков мы изучаем свою коллекцию генетическую. Ну, исходя из этого, у нас есть разные варианты, разные наборы. И просто мы можем, может быть, если какой-то спрос появится, я считаю, что сейчас, наверное, такой будет выход. Мы можем просто быстро, может быть, выдать то, что нужно. Потому что сейчас вот недавно появились, 2-3 года назад, просьбы позднего цветения. Дайте нам цветение где-нибудь в 10-15 мая. Черешня так не цветет. У нас яблоня заканчивается 9 мая. Дайте им пятна. Вот мы слышали там сорта по описаниям там чилийским, каким-то там аргентинским. Они цветут 15. Ребята, ну, в Аргентине, может, они там и цветут. Но у нас так не бывает. У нас даже те же сорта, допустим, как Регина, Карина, все они отцветают где-то до начала мая. Ну, там, может быть, в первых числах. То есть нет такого. Их описания вот в интернете, они с реальными нашими условиями не совпадают. Поэтому по-любому приходится нам здесь проводить свое сортоизучение. Потому что наши условия, это, ну, практически резко континентальный становится климат. Весны, осени нет. Большое жаркое лето. И довольно-таки холодная зима. Хотя у нас эти оттепели, мы вот исследовали, все равно есть, но вам, может быть, говорили или нет. Сейчас провели наше исследование здесь, уже наши ребята. И показали, что где-то на 0,4 миллиметра водного столба иссушается каждый год наша почва. То есть невзирая, что осадки выпадают, испаряемость превышает эти осадки. Идет постепенное опустынивание климата. Очень незаметное, очень спокойное. Но мы его уже даже на наших сортах начинаем ощущать. Кто-то привыкает, кто-то не вписывается. И тоже вот это сортоизучение, даже те, что мы вроде бы уже их изучили, сорта, и казалось бы, уже не надо их изучать. А климат потихонечку меняется. И мы даже уже о старых сортах, уже вроде бы с ними все ясно. И мы о них тоже начинаем что-то новое узнавать. Поэтому вот ситуация с орошением тоже будет проблемной. И если, допустим, подумать, это тоже глобальная штука. Потому что если здесь будем поливать, здесь будут эти растительные каналы, они будут испаряться. Вода будет здесь подниматься, она куда-то будет уходить. То есть идет, я думаю, что будет миграция каких-то вот этих водных, воздушных масс. И не все так. Вот сейчас у нас здесь есть южный такой проект построения вот этих каналов. Хотят привлекать китайцев, восстанавливать нашу южную вот эту растительную систему на основе вот этого Каховского, этого Крымского, Северокрымского канала. Ну, тут есть определенные, как я так думаю себе, экологические проблемы, которые, наверное, может быть, еще и предстоит нам потом увидеть. И, может быть, их надо как-то специалистов подключать. Потому что не все так просто. Вот эти вот большие, крупные водные, вот такие вот искусственные, как бы, реки, что ли, да, вот эти каналы, они тоже сильно повлияют на экологию. Хотя вроде бы в ближайшей перспективе это будет благо. А как оно будет дальше? Потому что там будет и подпочвенная вот эта вот утечка воды. И особенно, мне кажется, это будет приводить к еще большему иссушению климата. То есть мы будем делать вот такой обратный, в системе такой, в большом дальней перспективе получим обратный эффект.